снимаю снимаю одевайся друзья всем здравствуйте пришла в садик за мирончиком хочу вам показать у меня был вопрос по поводу меню что в садике дают покушать на смотрите завтрак суп молочный с перловкой бутерброд с маслом какао с молоком в 10 часов виноград обед свекольник гуляш из отварного мяса каша гречневая рассыпчатая помидоры свежие кисель из сока плодового или ягодного хлеб пшеничный хлеб ржаной ужин рагу из овощей из дома обыкновенная часть лимоном хлеб пшеничный хлеб ржаной одевайся в общем вот такое питание да нормальное питание верующий кушает когда был маленький плохо кушал сейчас кушает хорошо ну вот такие у нас рисунки ты наш мироша где наш мироша вот наш мироша очень красиво очень красиво молодец здесь у нас всегда вывешивают фотографии как детки гуляют как играют какой-то праздник будет праздник день отца был как они с папами отмечали одевайся быстренько сейчас мы идем на занятия по подготовке к школе на улице такая классная погода потому что тут машины не ездят сейчас поэтому идем идем по дороге пока на подготовишь с мирончиком разговариваем рассказывает что на зарядку они ходят утром и после обеденного сна еще ходят на зарядку я говорю а сынок у вас время есть чтобы поиграть потому что я знаю что у них распорядок дня конечно очень загруженный мироша машина едет вот и спрашиваю если есть время на то чтобы поиграть но он не что отвечает что отвечает что только вечером поиграть в общем времени поиграть нету вообще только вечером перед тем как пока родители не забрали поэтому мироша нам всегда говорит раны меня не забирайте я хочу поиграть вот то гуляют то какие-то занятия то зарядки эту физкультура то музыкальный зал короче так вот детки загружены так улица мира подходим к нашему центру и тут вуаля вот такая красивая подсветка мироша подними голову голову подними домик видишь супер да это фонарик это не мороженое это фонарик в живую еще интереснее красивее выглядит его на той стороне этой стороне тоже также дом украшен уже перекрыли улицу мира огородили все работы начинаются впереди будет красота в тетрадях занимаются да нам сказали приобрести тетради обучающие где они там пишут считают вот так что в школе тоже их кое в школе в садике тоже их готовят к школе целый город до норильск красиво ну и вот опять же с другой стороны дом там тоже да красиво иди за мной за мной иди ты еще идешь по скользкому собачку собачка все открыли входную группу центральную центральный вход собачку какие двери красивые заходи собачку тебе еще не хватало тоже не гулять то будет ходить с ней гулять надо постоянно давай-давай-давай заходи ну давайте еще с этой стороны покажу раз уж начала обзор иллюминации этого дома покажу со всех сторон сверху название мира здесь у нас магазин нижнего белья очень хороший магазин цены правда кусачи но белье красивое хорошее качественное продолжаются работы возле драм театра только не пойму то ли уже готовятся к новому году здесь у нас всегда ставят елку фигурки горку делают то ли это продолжение благоустройства улицы мира не знаю что но работы ведутся выгрузили доски здесь еще должны быть по проекту очень интересные лавочки возле вот этих новых качель которые установили должны быть красивые лавки а наверно к новому году уже готовится смотрите ледяные стены поставили сейчас будут из них вырезать фигуры я так предполагаю качели функционируют дети качаются ну а также вы можете увидеть что наши новые красивые световые деревья подключили смотрите как они красиво светятся также с этой стороны там дальше пойдем посмотрим поближе сегодня очень тепло минус 5 градусов я тут просматривала свои прошлогодние ролики и в одном из моих роликов он у меня в популярных сто тридцать тысяч на него просмотров я его снимала 7 ноября тоже была погода минус 5 градусов но сегодня 10 ноября и все так же минус 5 ну а тут вот такие деревья немножко другие хотя кардинально даже другие в общем несколько видов очень красиво очень красиво прям украсили мне прям вообще нравится супер хотя есть такие люди которые в комментариях пытаются как-то простебать это этот момент красоты но у вас дорогие мои ничего не получится потому что это действительно красиво как бы вы не хотели стебануть Норильск нифига я очень сомневаюсь что в ваших городах такое есть ну может быть конечно где то и есть такая иллюминация как в Норильске ну вы знаете где бы мы ни были где бы мы ни отдыхали я такого нигде не видела столько света и яркости я не видела ни в одном городе мне очень нравится вот что значит мальчишки военная техника войнушки по ютубу у нас Мирончик смотрит всякие в ютубе поделки как надо делать потом сам мастерит вот нравится ему такое занятие пускай развивается чтоб не всякую ерунду смотрел на что-то полезное у нас только звездочка классная звездочку еще будешь делать? я ну давай делай свой школьный рюкзак потрошит тут классный снимаю продолжаю снимать на следующий день Мирошка Мирош это что? это ты так выражаешь свою радость? приехали на дачу время 3 часа уже начинает темнеть мальчишки воду воду несут сегодня я одна в мужском царстве у Софьи сегодня соревнования второй день вчера она заняла третье место забег был на 60 метров а сегодня на 100 метров поэтому поэтому она без дачи а Оксана сегодня работает у нее сегодня мастер-класс поэтому я приехала в компании в парке вышли из машины и сразу вдохнули аромат газа видно даже видите спереди такая туманность и прям запах запах газа чувствуется сегодня минус 2 градуса Сергей говорит минус 2 но такой ветерок прохладный будем топить баньку жарить шашлычки но мы сегодня без мяса у нас куриные крылышки купаты всем привет от Данила всем привет всем привет от Сережи ну а там мирошка валяется в сугробах а чушь я пошла то надо же пакет пакеты нести в дом в дом в дом в дом такие сугробы уже номер на дачке по колено сугробов по колено сергей тут приезжал растапливал печку пока нас не было чтобы мы приехали уже чтоб тепло уже было вот приезжал топил и застрял тут поэтому сейчас машина наверху оставляем застрял копал тут блин два часа хотели пораньше приехать сегодня получилось как всегда такой такой ситуации что застрял хорошо что у нас рядом дорога много копать не надо но тоже кто-то на дачу едет отдыхать так же как и мы у него в кармане маска маска дракончика мироша хоть на даче в снегу в чистом снегу поваляется данил да хватит уже поделить и чего-то самой дороге хочешь дорожку пробить разминка да сынок а то работаешь за компьютером в кресле в кабинете армии да хоть это хоть размяться немножко а то засиделся будем сегодня париться ну как париться без веников без веников просто греться сейчас данил тут у нас дровишки порубит сергей уже для мангала готовить место по 6 сергей вышел говорит 26 градусник градусов в домике на градуснике снегоуборочная техника новая до нового поколения я говорила не надо туда давай ура победа ты это сделал ну ребенок сейчас налазится устанет пойдет в баньку греться на красота дачники лазит покоритель вершин смотри аккуратно среди этих веток чтобы в глаза не попало мирон не ломай не ломай ветки сынок не надо обходи давай их ты здесь все равно не залезешь ты хочешь тут залезть тогда аккуратно через ветки сквозь веток чтобы не ломать ветки please аккуратненько лучше не надо обойди не надо переходить и к плану б К плану Б, говорит, надо переходить. Ветки не трогай. Не наступай на них. Аккуратно. Это как густотит сквозь газовый. Куда теперь лезть. Давай, давай. Это нужно. Пойду маленько погреюсь. Данил тут понабрал себе всякие штучки китайские, закуски. Вонючие. Они такие вонючие вообще. Он их раскрыл. Раскрыл это божечки. Это невыносимый аромат. Вон какие. Это все соевое мясо. Это невыносимо. Вонь такая соевое мясо. Мне, кстати, на вкус они прикольные, вкусные. Но их просто нюхать нельзя. До ужаса воняют. Вот такими он питался в армии. Рядом с Китаем они вообще копейки стоят. Мама, я сейчас буду от этого гагать. Ой, да ладно уж. Смотри-ка. Будь здоров. У тебя на голове, конечно, вообще... Паралок. Бардак. Бардак. Нет, что? Это семья. Не помогать. Все, опять у нас куча закусок. Полный стол всего. Традиция. Как едем на дачу, обязательно у нас чакопай к чаю. Мирошка уже танцует. Музыка качает, да? Так, я вам в прошлый раз, в прошлом видео, обещала же показать, как Сергей кафелем выложил пол. И так и не показала. Потом просмотрела ролик и... А там сейчас грязно. Ну и что? Ну грязно, грязно. Но суть в том, что вот у нас теперь пол в кафеле. И вот здесь вот такой слив. Что ты еще сделал тут вчера? Еще сделал розетку. Теперь у нас душ. Нет, не розетку. Теперь будет просто. Включатель. Здесь вот включаешь, и водичка с душа бежит. Сейчас все по каждой дне. Короче, все усовершенствуем. По чуть-чуть, потихонечку. Воду. Вода у нас привозная. Очень много было вопросов, где берете воду. Воду мы везем с собой. Иди посмотри, как ты подпадешь. Вот у нас. Вот здесь вот стоят. В парилке. Сейчас. У нас что, три? Четыре-четыре-пять канистр. Питьевую вот мы с собой возим. Здесь у нас в умывальнике. Умывальнике у нас вода. Ой, надо тише сделать. В умывальнике у нас вода горячая. Все подключается. Вот сейчас Сергей в розеточку ваткнет. Здесь включит. Все. Вода греется. Буквально за три минуты и нагревается, чтобы посуду можно было помочь. Да. То есть нас вообще здесь совершенно в бытовом плане вообще ничего не напрягает. У нас тут прям есть все. Все, что нужно. Для жизни не хватает только кровати, на которой можно спать. Чтобы мы вечером домой не ехали, а уже пошли вот сюда в комнату и легли спать. Но все это в будущем. Мальчишки оголодали. Голодненькие мои сынулечки. Сынулечки мои красотулечки. Я приехал на шашлыки. Так, а что-то я же тебе говорила, давай суп нальем. Пока эти шашлыки изготовятся. Ну и что? Что мне сытым кто едет на шашлыки? Ты бы уже успел проголодаться. Ты вон пока почистил и попилил, ты бы уже оголодал. Уже бы аппетитно гулял. Ремонтная работа продолжается. Не пытайся это исправить. Нет, я просто тактильные прикосновения с сыночком. И со вторым тоже. И со вторым. У тебя свитер прям с северной тематики. Ну да. Поэтому я и взял. Классный свитер. Все? Все воткнул, да? В смысле? Чтобы центробежный насос закачался, в него нужно воду залить. Потому что он на воздухе не сможет. Суть в том, что когда он только выкинет порцию воды, только тогда он закачает. Что-то может. Короче, инженерные разработки, да? Да. Это не инженерные разработки, а ты физик. Я физику плохо изучала. У меня три по физике. У тебя по физике сколько? Ты тоже троек. У тебя, Сережа? Пятерок. Сережа вообще у нас отличник. В школе был? Да, отличник. У тебя пятерок-то больше было, чем четверок. Так это ты сам придумал, или ты подсмотрел где-то такую схему? Ты тут что придумывать? Просто здравый смысл. Как заполнить водой насос? Просили показать, какой насос у нас в прошлом видео. Вот такой заказывали на Валдберрис. Чипсы в зубах застряли. А гуках в штанах застряли. А гуках в штанах застряли. Это главное, это только первый раз. Потом, когда он закачается, я же его полностью сбрасывал, чтобы не замерзло ничего. Ну, понятно. Что, все, загружает? Все, пошел. Все. Аня, я теперь сядь, я сядь, я сядь, я сядь, я сядь. Мир хозяйства. Что теперь есть, зачем магал мешать? Поломать. У нас тут лампочка висит. На батарейках. На батарейках, на аккумулятор заряжать. Мне подружка подарила лампочку. Пришла в гости с лампочкой. Говорит, а вам на дачу подарок. И вышли шашлыки жарить. У нас соседи приехали. Там Мирончик уже с Софией. У нас у соседей тоже девочка такая, как Мирончик. Чуть постарше. Уже играют. Познакомились. Темно, плохо видно. Какая красота. Я говорю, это надо снимать. Ветер разгоняет пламя. Красиво прям так. Встал, она провалилась. Да ладно, пьяный уже. С одной бутылочки ты кончишься. О, песня офигенная. Я запотела камера. Батчик, парильщик. Говорит, мама, снимай, как я парюсь. Ой, как хорошо. Все, пришло время. Масло добавь в турцию. Ну что, какое? Пихту давай. Пихту давай. Подожди под даму, а потом ополоснешься. Фу, прям жарко. Слушайте, такая, такая. Мы сейчас страшно обмоемся. В душ пойдем сейчас. Данил кайфует. Да. О, пошел, пошел, пошел. Садись, Мироша, садись. Отходи скорее, Данил Сугрок бежит. Ой, ничего не видно. Фу. Че, все, достаточно? Пошли, скорей, заходи. Долетай. Нолетайся. Ты че не рискуешь? Да ну, нет. Че, как сынок? А, греет больше. А? Ой, пихтой пахнет вкусно. Вот так и живем. Так и отдыхаем. Фух. Где Мирон? Мирон. Фух. Грибочек, да? Белый. Белый гриб? Белый спелый грибочек. Белый, белый спелый, белый гриб, благородный гриб. Да, блин. Руки-то расслабь. Надо поменять пальцы. Так. Да, руки расслабь. Да, расслабь. Не, не, в другую сторону. А, в другую? Откручь. Руки слабь. Ты прогей. Из ребенка руки сломаете. Сейчас. Давай, вот. Вот так. Сейчас. Вот. Палец на правой руке дальше, чем палец на левой. Да не дави ты сильно, да? Не, пальцы. Пальцы поменяй вот так. Вот так пальцы. Теперь ты берешь вот так и вот так вот делаешь. Во-во-во-во-во-во. Почти. Вот этот палец-то вот сюда. И вот этот вот сюда. И шевели теперь. Теперь тебе надо одновременно шевелить вот этими пальцами, понимаешь? Вот. Получилось, Мирон. Вот этот палец-то засунь. Вот. Вы мне кости сломали. Вот так. И все, он у тебя как мертвый будет. Средний? Безымянный. Мирона надо научить. Он у всех безымянный берешь, напрягай. Напряги из безымянный палец. Согни его вот так. Вот так вот выгни. Ну тебя... Да, он не может. Ему надо напрячь. Видишь? Мне надо еще более осознанно к этому подойти. Еще сделай так. Ну-ка, дай-ка я. Сделай так. Сделай так. Значит, смешно. Божечки, наконец-то. Мироша устал. Все, вызвали такси. Едем домой Время полдевятого вечера Поедем домой спать Все, друзья Всем пока-пока Мальчишки Всем пока Всем пока